К другому война, а этот маленький, ему толкуются врачи чуть-чуть раз. Распевка перед выступлением обязательный ритуал для каждого артиста, даже если он еще юный. Вот так к своему выходу на сцену в гримерке готовился Роман Чумак. Те же, кто уже размял голосовые связки, получают последние наставления от педагогов. Девочки вносят последние детали в свой образ, но кто бы чем не занимался, волнуются все без исключения. Есть переживания, немножко переживаю, есть такое. Буду исполнять сегодня песню «Твой путь». Мне его подобрал мой педагог. Очень красивая песня, мне она очень нравится. Тем временем на сцену уже вышел Роман Чумак. На конкурсе «Голос детства» он выступил с композицией песня о маленьком трубаче. А что ему все не почет, а трубачом так трубачом. По моему мнению, я выступила нормально. В некоторых местах фальшиве, но получилось все вроде нормально. Хочу сказать спасибо моему преподавателю Елене Евгеньевне за большую поддержку, за хорошую подготовку. Вокальный конкурс «Голос детства» проводится в седьмой раз. Как говорит его неизменный ведущий по совместительству руководитель Олег Корнилов, за это время здесь зажглось сотни юных звезд эстрады. Он уверен, этот год исключением не будет. Жюри предстоит прослушать более 50 участников. От 5 до 14, до 15 лет мы даем право выступить. Как и любителям, так и профессионалам, кто работает с педагогами. Уровень очень вырос, очень большой интерес в разных репертуарах. Поэтому очень приятно, что в Нижнекамске есть юные таланты. Победители выбирали в четырех возрастных группах. Вместе с дипломами лучшие еще и получили право выступить на другом городском конкурсе «Поющая волна». Александр Халин, Булат Абдульманов, Артур Халин. Новости НТР.